До забора карьера всего 50 метров. Это преступление. Копают и продают круглосуточно. То, что поначалу заявляли как пруд для разведения рыбы, превратилось в гигантский комплекс по добыче песка, гравия и щебня. Частично какие-то документы у них есть. Какие-то документы они получают задними числами. Как-то незаметно деревни Старо и Подгорное оказались внутри промышленного конгломерата. Недавно к шуму и пыли прибавился еще и отвратительный запах. Жители подозревают, что пустоты начали заполнять мусором. Представляете, шесть карьеров. Мы от этого просто дуреем. От этого пыли, вони и грязи. Жители еще одной деревни — Сокольники. Недавно узнали, что со дня на день добыча полезных ископаемых начнется и рядом с их домами. А это значит, говорят люди, прощай покой, сон, чистый воздух и вода. Она просто уйдет в этот карьер. Мы останемся без всего. Безответственное совершенно хитрическое уничтожение ближайшей к Москве природы. Разработчики карьеров вплотную приблизились к природному заказнику. И это не пустые страхи. В ходе разработки месторождений деревья исчезают гектарами. А по документам никаких нарушений. Чиновники, которые на бумаге превратили этот лес в кустарник. Какой это кустарник вы можете наблюдать сами этим деревьям лет по сто уже. У нас нельзя снимать, ребят. А почему нельзя? А вот написано. Видеосъемка запрещена. Владения промышленного гиганта не отмечены табличкой с названием собственника. На въезде лишь правила погрузки и разгрузки. Однако в округе выгода получателя знают все. Хозяйка этой медной горы у нас это наш депутат Черышкина Юлия Ивановна. Депутат Дмитровского городского округа, владелица этого карьера. Сотни выработанных гектаров земли превращены в мертвую пустыню. Активисты считают, изменить ситуацию может комплексная рекультивация. И даже разработали ее проект. С парком, садом памяти, музеем и лодочной станцией. Однако в областном министерстве экологии уверены, недропользователь, оказывается это некая компания Облнерудпром, действует в рамках закона. Со своими задачами и с добычей песка, и с рекультивацией справляется самостоятельно. На центральном участке Подгорненского месторождения, которое практически отработано, остаток запасов полезных ископаемых 257 тысяч квадратных метров. И на участке Подгорненская-2 ведется поэтапная отработка и рекультивация. На участках Старо и Подгорненской-3 добычи не ведется. Однако те, кто живет рядом с карьерами, говорят, что глотать мелкодисперсную пыль дальше невозможно. Жители нескольких деревень и поселков подали иск. Суд постановил провести комплексную экспертизу. Однако крепкие охранники просто не пустили специалистов на территорию. Денис Васильев.